приветики всем дорогие мои сегодня решила записать такое домашнее видео из дома отправила своих мужиков одного на работу второго в школу дутся как он говорит и покажу вам чем занимается как проходят обычные будни и скажем так домашний хлопоты индийской домохозяйки как они проходят они наверное проходят так же какие и у всех домохозяек конечно же мужички мои ушли я на кухне прибралась вытяжку вон сегодня помыла и буду готовить есть и готовить я сегодня буду чура кори чура кори кори из тунца да из рыбы вот смотрите меня это накапает разморозилась такая вот у меня рыба порезанный уже тунец он у нас продается целиком магазине выбираете целый если очень большой то кусочек и если вам надо его вам честь отрежут как как вам как вам надо здесь вот такой без косточек стейк у меня получается он 600 рублей килограмм и у меня здесь 660 грамм будем готовить а для того чтобы приготовить чуря кори нам нужен тамарин тот самый который я заставила мужа есть на камеру и он бедненький кривился но дело в том что их есть три вида и я хочу вам показать сегодня все вот эти вот три вида этого тамаринда так смотрите это то что муж ел в коротком видео я снимала он имеет кисло-сладкий вкус и его называют еще индийский финик растет он на дереве кто не видел на большом огромном дереве вот такие вот стручки растут сейчас покажу какой внутри очень легко это тоненькая шкурочка снимается мне так целенький не достается хорошо красиво как у меня уже получит и удаляем вот эти вот волокна отсюда снизу и можно кушать но у нас это для кори так сейчас покажу еще какой он есть а еще он есть сладкий видите но это из таиланда у нас я не видела выйти чтобы роз этого купили не на дереве нарвали потому что тот вот мы с дерева сорвали по виду он такой же абсолютно такой же но он абсолютно сладкий в нем нету вот такой вот кислинки и муж его обожает вместо конфет кушать но это же было не интересно для видео чтобы он сладкое ел надо же было кислое заставить так сейчас покажу потому что он ну в принципе такой же да но сладкий вообще абсолютно сладкий а запах кстати другой пахнет по-другому так но это еще не все есть еще один так смотрите сперва покажу вам кисло сладкий которые обычно это черный тамарин тот совсем по другому растет видите вот такой вот ягодкой тоже на дереве и мы этот дерево даже снимали в гостях у друга в деревне видео есть там было это дерево он очень хороший для похудения читала про него давайте откроем посмотрим я просто даже ладно будем с этим сегодня кори готовить вот такой ароматный черный вот такие целенькие ягодки запах похож на запах чернослива по виду он тоже похож но по вкусу не похож он очень кислый и с таким копчененьким ароматом а вот этот тамарин стручка который муж ел тип у нас обычно продают пачечками такими уже очищенный видите у меня в коробочке лежит и я его использую для обычно для рыбного карри в самбар его тоже добавляют но у меня лишь говорю у меня муж его не очень любит поэтому я в самбар не ложу и в чатни тоже нет я использую только для вот рыбного карри кори я уже сама запуталась честно увидите как он выглядит вот так вот он такими вот ну пачечками такими брусочками прям продается и он там с косточками очень вкусный очень нравится его замачивают водички и потом эту водичку добавляют а черненький его прям вот так можно все друзья показала вам тамарин все три вида видите это малабар тамарин малабара это именно вот наши кировские края у меня сегодня друзья чп случилось вообще у меня последнее время это чп очень часто случается я почему-то стала очень много бить посуду к счастью наверное наверное так много счастья привалит и девчонки смотрите у меня сегодня представляете залезли вот купила айкешу и оставила в пакетике банку не пересыпала и залезли муравьи за ночь представляете и я и взяла посыпала перцем маслом они были просто суре без ничего видите тут со специями у меня такие красивые уже и микроволновки на пару минут они тогда получаются такие как поджаренные хрустящие сын таки больше любит хотя конечно же более полезные сыры я понимаю и вот достаю я с микроволновки эту горячую тарелку и просто я ее вот сюда вот так поставила и она у меня треснула хорошо что видите никаких осколков ничего вот так вот ровненько что я вот ну орешки не пострадали потому что конечно если вы были там какие-то осколки то пришлось бы выбросить ну жалко конечно они дороги и мне наверное придется скоро тарелки покупать потому что у меня тарелок почти не осталось там вон впритык уже гости придут не будет вот друзья и что я вам еще хотела показать что тоже короткое видео делала да ну и все видели много новых зрителей что вы знаете что вегетарианцам не со всяких тарелок можно есть потому что есть некоторые виды там костный фарфор там костяная сала присутствует а поскольку люди конечно же не сильно разбираются где стекло где костный фарфор где что то в индии для вегетарианцев специальный знак стоит на тарелках специальный знак что там нету костной золы вот видите написано фри фром болезнь вот ну что ж вытяжку я не поставила помыла видите у нас вытяжки какие-то немножко другие не такие как но я помню когда в украине жила то у моих родителей не такие были сейчас конечно же модные такие как картина висит на стене оптические или как они называются правильно я не знаю но вот наша вытяжка мы квартиру купили 2014 году то считайте уже там почти 10 лет ей она работает поэтому новую смысла нет покупать просто вот смотрите кино сфитры видите их никаких проще мы чем те дырочки которые вот у нас были вот так она вставляется легонько да это чуть не так легонько но мне будут поворачиваться что-то заедать немножко ну старенькая же уже тоже я сейчас подготовлю все что мне нужно для этого мин корей конечно же у нас рецепт уже есть на канале готовить буду в глиняном горшочке сегодня и коротенько так коротенько вам сниму покажу готовить буду с кокосовым молоком очень вкусно мой любимый рецепт кстати вот только что друзья читала комментарии и опять что вот индийская еда самая некрасивая самая невкусная я вам хочу сказать что я 13 лет живу в индии я не могу такого сказать потому что что-то нравится что-то не нравится за эти 13 лет что я здесь живу я до сих пор не все попробовала вот честно вот особенно сейчас смотрю девочек с севера индии блогеров они там такое готовят что я даже название не слышала и еще точно так же вот например на севере индии южно-индийскую кухню не очень любят и мне нравится то что здесь у нас кокосовое масло используют кокосовое молоко вот этот кокос они это не любят а наши южане северную кухню тоже не учае они там и специи по-другому кладут и у них кухня более пряная у нас более острая я в рыбной каре ложу друзья ну где-то ну три столовые ложки красного перца да иначе им не вкусно но он как-то там и не чувствуется как острый но у нас вот готовят это каре оно такое красное красное должно быть и я не представляю как можно говорить что индийская кухня невкусная потому что например тоже бывает бывает что какое-то блюдо тебе нравится например бириане ты его пришел в одном ресторане поел вкусно да а в другом уже попробовал уже не вкусно но также какие любые блюда в любой стране есть какие-то любимые рестораны где это вкуснее готовят ну и конечно кому-то нравится так кому-то нравится по-другому всем же нравится по-разному поэтому как можно говорить что индийская кухня самой невкусной мере потому что я я не понимал мне мне нравится и украинская кухня и русская ну скажем так кухня советского союза на которой я выросла потому что у меня мама например и манты готовила и мы в белоруссии долго жили у нас окрошка вот это все виды и на бурячки на бурячки да и на щавели на квасе не люблю единственное так с и с кефиром с сывороткой ой это кайф просто хотя тоже в украине девочкам на работе когда рассказывала про окрошку не говорили как такое можно есть как можно такое есть но это же вкуснятина поэтому просто у людей разные вкусы но я же говорю сколько вот 13 лет живу и я не могу вам сказать что я все попробовала все все индийские блюда я еще открываю для себя много 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 новых блюд и новых специй поэтому нельзя вот так говорить что индийская кухня самая невкусная в мире мне кажется она очень вкусно мне очень нравится я пока резала лук немножко плакать начала надо было свой чопор взять но чего-то я забыла и так что же нам нужно здесь одна луковичка порезанными имбирь чеснок помидорка вот этот тамаринт замочной водички еще друзья надо бы перчик чели но у меня его не оказалось еще кинза нам понадобится ну и что ну и специи специи покажу потом какие так еще что а сколько стоит имбирь часто спрашивают сколько стоит у нас имбирь конечно цена по разному ну вот сейчас я покупала смотрите сто шестьдесят девять руби килограмм муж недавно мне сказал где-то он вычтал что имбирь нельзя хранить в холодильнике я эту тему еще не знаю я не изучала я всегда хранила имбирь в холодильнике и сейчас храню у нас же жарко он быстро зарядит испортится я конечно по многу не покупаю за раз но все равно быстро все очень портится но я не слышала еще почему это имбирь нельзя хранить в холодильнике надо поинтересоваться этой темой и почитать если кто что знает то пишите пожалуйста так ну я приступаю давай горшочек вари если было такое что сам горшочек варить правда было бы классно на кокосовом масле я готовлю мы в основном используем рисовая или кокосовая оливковая для салатика тоже очень люблю но недавно прочитала что оливковая 80 процентов подделка вообще во всем мире в индии наверное вообще нет нормального так что я его перестала покупать для салатика вот и кунжутное покупала недавно ну так не очень льняное нравится а подсолнечника вот такого как это называется экстра виржин этот холодного холодного давления я не помню отжима холодного отжима ой боже мой холодного давления ой кошмар и нету в Индии такого не видела вот какой у нас в моле выбор массы огромный какой хочешь есть а вот это экстра виржин подсолнечника нету в моле можно ой в моле в Амазонге можно заказать но оно там все равно не такое оно какое-то вообще не похоже наверное тоже подделка льняное более-менее льняное можно и кокосовое конечно тоже экстра виржин кокосовое масло но мне в салате кокосовое не очень нравится хотя конечно кокосовое у нас наверно точно не подделка в керале у меня друзья недавно зрительница спасибо большое вам научила точить ножи представляете об дно кружки керамической вот так вот пять раз провела с одной стороны с другой и острый нож никаких заморочек не надо вообще так классно вы мне столько советов полезных даете надеюсь я вам тоже что-то полезное иногда что у нас тут нагрелась семена черной горчицы берем нагрелась еще масло вытяжку таки хочется включить когда готовишь но она у меня очень громко интересно вот эти новомодные у вас же у многих уже такие в Индии тоже у многих есть такие ну просто я же говорю у меня уже давно покупали мы квартиру давно все это покупали поэтому у меня еще такая можно сказать старомодная что ли я не знаю потому что тут начинают тоже у меня зрители ну и выдумывать давно тоже написали что вот это ты так замуж вышла за границу за границу замуж вышла а у самой то а у самой то это про шаркукер скороварка газовая и что это еще там было орешница я орешки делала вот эти печенье со сгущенкой и орешница газовая представляете кошмар за границу замуж вышла а у самой то скороварка газовая ну такие иногда веселые комментарии бывают надо их коллекционировать и иногда вот так вот перлы от зрителей выдавать ну оно так дымит это вот ладно друзья я лук добавляю обжариваем ничем затем добавляем имбирь и чесночок лук до прозрачности я друзья выключаюсь потому что очень хочу вытяжку включить и отправляем туда имбирь и чеснок вот немножечко обжариваем и именно это тот момент когда вот этот вот этот запах вот этот вот запах азиатской кухни имбирь и чеснок вот очень удобно в длинном горшочке ничего не прилипает вообще абсолютно не пригорает я здесь готовлю и овощи есть и глиняные сковородочки я видела в продаже но я не знаю как их не готовить я не пробовала если честно ну и знаете такая посуда все-таки много места занимает в квартире поэтому был бы у меня дом я бы купила себе глиняную сковородку и попробовала бы а так пока она недорогая у нас эта посуда ну просто я же говорю места нету столько так и права у нас вот красный перчик немножечко куркумы еще говорю надо был зеленый и еще добавлю черного перчика он у меня только горошком есть и его надо будет немножко растолкать такая штучка есть и черный перчик тоже помидорки помидорки я нарезала крупно нужно мелко но мне так нравится мне так захотелось сегодня то вытяжку надо включать теперь обжариваем помидоры до мягкости и встретимся с вами после этого немножко водички еще надо когда у нас мягенькая помидорка уже добавляем воду на глаз все добавляем наш марин пули разорву немножко пару кусочков так посолить надо не забыть вы знаете когда я только в индию приехала мне тетя посоветовала для соли вот такие горшочки и знаете почему потому что во влажном климате соль она не сыреет в таких горшочках я уже не раз убеждалась я была свой самый первый я побила горшочек и пересыпала соль в баночку стеклянную держала и да она там такая прямо вода становилась а это нет сухонькая видите и теперь туда наш тунец очень вкусно еще мне нравится когда в рыбной карри добавляют плоды драмстика вот эти вот стручки это тоже у нас в кероле классика так друзья у нас тут закипает а нам надо делать кокосовое молоко и представляете я позор позор керольской хозяйки у меня дома нету кокоса у нас нету кокоса нечего есть но у меня есть запасной вариант смотрите что у меня есть у меня есть сухое кокосовое молоко всегда пару пакетиков держу на всякий случай на такой как сегодня либо же бывает испорченный кокос попадается либо же бывает что утром времени нету делать готовишь и оно по вкусу абсолютно не отличается от свежевыжатого домашнего натурального кокосового молока ну конечно же понятно что по там каким-то по пользе для организма конечно же домашнее молочко из кокоса сделанное своими ручками конечно же полезнее ну такая вот палочка выручалочка кстати кто в Индии будет то именно вот такое сухое советую приобрести потому что в баночках оно баночку откроешь и оно портится быстро где-то неделю стоит не больше а такое себе как-то надо взял и мне вот где-то вот такой пакетик на кори достаточно сколько здесь грамм здесь сколько здесь грамм 25 грамм 25 грамм стоит стоит 33 рупии 25 грамм будем делать из пакетика кокосового молока тут понятно чем больше воды тем оно жиже все готово быстро и добавляем вообще вы знаете иногда что-то готовишь кажется такое что-то некрасивое невкусное а добавлять кокосовое молоко вообще совсем другое очень вкусно получается и мне кажется за счет кокосового молока вот этой остроты нету такой сильно смотрите какая красота и готовим тунца около 15 минут смотрим что у нас получилось получилось все хорошо добавляем киндушку ну и что не красота это как это пахнет друзья этот запах это этот пули тамарин этот имбирь этот чеснок и эти специи это ну может быть и рыба и не пахнет я не знаю но пахнет очень вкусно и выглядит по моему тоже ничего будем пробовать сейчас я буду пробовать чапати я риса не хочу я рис не очень люблю вы знаете тот тамарин дает один вкус это совсем другой вкус и запах я давно с этим не готовила чёрным не знаю почему тоже мне нравится очень давайте рыбку попробуем горячая 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 очень вкусно прям пальцы отгрызть может друзья кто будет в кирилле то обязательно попробуйте я не знаю будете вы это готовить или не будете но я не знаю какой он будет на вкус если вы меньше красного перца добавите но если будете в кирилле то попробуйте ну что ж друзья буду я с вами прощаться сегодня у нас такое видео домашние по-домашнему поболтали приготовили что-то может быть новенькое узнали вы что-то новенькое напишите в комментариях мне спасибо большое всем за просмотр за то что вы со мной не забудьте лайк поставить моему чурокари и написать комментарий и всем желаю прекрасного настроения берегите себя и друг друга всем пока пока друзья до новых встреч берегите себя и